Проект бюджета сформирован. По итогу казна вновь складывается с дефицитом в почти 7 миллиардов рублей. Три основных кита, акцизы, НДФЛ и налог на прибыль компаний позволили сформировать доходную часть на 80% и составили почти 60,5 миллиардов. Региональный бюджет остается социально ориентированным. 64% или 56,5 миллиардов рублей – это расходы, связанные с первоочередными социально значимыми расходами. Рост по ним составляет к первоначальному уровню 2022 года 2,5 миллиарда рублей или 4,7%. Более 16 миллиардов заложено на выполнение национальных проектов. На выполнение госпрограммы развития АПК и регулирования сельхозрынков предусмотрено 5,6 миллиардов рублей. Отрасль, которая во многих смыслах кормит регион и год от года обеспечивает продбезопасность, получила полнообъемное финансирование в проекте бюджета на грядущий период. Практически одна треть бюджета подоходных источников – это отрасль агропромышленного комплекса. Но включая бесспорную переработку, торговлю в этой части, но и самую главную копейку несет в бюджет колхозник, работник в поле. Достойные результаты АПК по росту доходной части казны и валового регионального продукта – результат системной многолетней работы, отметил Вячеслав Ковель. И подобный подход может стать примером для других отраслей, как то автомобилестроение или добыча полезных ископаемых, добавил председатель комитета. Мы ставим перед собой амбициозные планы на следующий год, и мы планируем объем дохода по поступлению в бюджет региональный, соответственно увеличить большую сумму на 2,9 миллиарда рублей. Продолжится работа по привлечению дополнительного федерального финансирования. В целом проект бюджета аграрной отрасли профильный комитет поддержал. По итогам работы всех секторов регионального парламента документ будет вынесен на рассмотрение законодательного собрания. Первое чтение запланировано на 9 ноября.